приветствую вас любви и свете одного бесконечного творца я ткаченко игорь продолжаем читать иудейские сказки значит мы остановились на том что господь что сущность которая себя называла самым главным господом богом после всех его проделок которые он сделал всего подопечными с египтянами дал моисею заветы как себя нельзя вести и начинает уже уточнять что сделать в любом таком бытовом случае с в хозяйстве со скотом с женами с рабами я напоминаю кто кто знает закон одного материал ира что самый главный закон на земле это закон свободной воли здесь все все почти каждая фраза это противоречие этому закону соответственно это сущность орионская ориентировочно которая находится служению себе и подчинять себе рабов и слуг но это немного другая симфония и так 22 глава господь видимо вот это продолжает диктовать если кто украдет вала или овцу и заколит и про или продаст то 5 волов заплатит за вала и 4 за овцу что-то мне на это напоминает я по в коране тоже такие подробности кому сколько шлюпанцев поделить там при смерти и так далее вот это все очень похоже если кто застанет вора подкапывающего подкапывающего так что тут написано от капучи и ударит его так что он умрет то кровь не вменится ему ну подкатывающего наверно крадущегося но если взошло над ним солнце ахаха ничего себе но если взошло над ним солнце то вменится ему кровь укравший должен заплатить а если нечем то пусть продадут его для уплаты за украденное им так он же мертвый уже кто застанет вора и и убьет его ударом то за это последствий не будет но из над ним над кем над трупом зашло солнце или над тем кто убил вора короче если солнце встало то все значит будет будешь виноват дальше укравший тот кто который умер укравший должен заплатить но как как с него взять если он мертвый нет пока не был других вариантов он умер кровь не вменится если солнце то меняться все труп и тот кто убил но тот кто украл должен заплатить а если нечем пусть продадут его для платы за украденные но кому нужен труп продавать или это другое на другое зачем нельзя с новой строки начать 6 это совсем другое боже если на украденная найдется у него в руках живым волли то или осел или овца пусть заплатит вдвое а если он успеет убить то один к одному так что ли при том мы помним что это уже труп на или не труп вдвое если кто патра потравит поле или виноградник пустив скот свой травить чужое поле пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего то есть пастух который свое стадо загнал че-то в чей-то виноградник должен поделиться из своего виноградь но он же пастух за виноградник надо ухаживать следить поливать стричь ну ладно короче вот должен вернуть если появится огонь и охватит терн и выжат копный или жатву или поле то должен заплатить кто произвел сей пожар ну логично тут вообще без вопрос если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи и они украдены будут из дома его то если найдется вор пусть он заплатит вдвое а чё так вот вот так вот зачем вот так делать но как бы вор нигде был не украл пусть пусть заплатит двое а если он в самом доме хозяина серебра украдет то сколько тут написано что если значит если отдал кому-то на сохранение оттуда украдет украдет вор то там вдвойне а а если своего дома то то в тройне или в пятерне а если не найдется вор пусть хозяин дома придет придет пред судьей и поклянется что не простил руки своей на собственность ближнего своего то есть а если вору не нашли то этот пускай кто взял на хранение поклянется но клятвы это 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 святое никто клятвы не нарушал обещание вы что вот мы же читали до этого все клятвы прямо от железобетонной клянусь и все соседским поросенком значит а всякой вещи спорной о вале об осле об овце об одежде а всякой вещи потеряны а которые кто-нибудь скажет что она его дело обоих должно быть доведено до судей кого обвинят судьи тот заплатит ближнему с моей своему вдвое ну короче вот этому это мой осел да если судья порешит то тот кто моего осла там взял или я просто я мог и соврать же да то если судья скажет то тут два осла мне вернет если кто отдаст ближним своему осла или вала или овцу или какой-то другой скот на сбережение а он умрет или будет поврежден или уведен так что никто сего не увидит тире клятва пред господом да будет между обоими в том что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего и хозяин должен принять принять а тот не будет платить а это говорится о взаимоотношениях между евреями ближний ближний то есть если ближний дал зачем он давать своего осла ближний ну окей взял там для чего-то а тот что-то такое раз и вдруг у него одной ноги нет на только три а одна отрезана он должен поклясться что это не я это просто вот так получилось и хозяин этого осла должен принять а тот кто отдает трехногого осла тот не будет платить ну так но надо клятву дать тогда все нормально а если украден будет у него тот то должен заплатить хозяину его а а если украли у этого который взял тот должен заплатить а если же будет зверем растерзан то пусть доказательства представит растерзанное за растерзанное он не платит как они жили без вот этих вот вложений это просто она наверно были какие-то самосуды там от утра все четко все по пунктам если кто займет у ближнего своего скот и он будет поврежден или умрет а хозяина его не было при нем то должен заплатить а зачем туску взять взаймы там чтобы отелился или что ли как подоить потренироваться и не знаю что ли ну ладно видимо это было нормально если же хозяин его был при нем то не должен платить если он взял взят был в наймы за деньги то пусть и по и пойдет за ту цену если обольстит кто девицу не обрученную и переспит с нею пусть дать даст ей ви вино вино что-то такое и возьмет ее себе в жону ну чё-то такое ну уж кольцо а если отец не согласится выдать ее за него пусть заплатит столько серебра сколько полагается за вино девица да ворожей не оставляй в живых ворожей наверное ну короче колдунов убивай как не оставляя живых ты чё еще жив ведь не могу оставить живу а как же не убей я чуть не понимаю не убить там было да там не было что исключение не убей никого кроме вражей но здесь написано в законе выражение оставляю живых противоречия извините так чё заповеди отменяются что ли то что вот закон подробные как зубы чистить как там нельзя умываться так далее как со скотом действовать выражение оставляет живых евреи вы как живете вы по этим законам или по заповедям или покупаем продаем смотря что да всякий скотоложник да будет предан смерти вот опять смерть приносящий жертву богам кроме одного господа да будет истреблен третий раз убийство что это господь ты как это не забыл про свои заповеди ты же это фундаментальный вообще дал как бы знание закон моисея и чё ты тут нарушаешь там дня не прошло офигеть а вы-то верующие вы в это читали вообще вот к верующему вопрос вы это читали пришельца не притесняй и не угнетай его ибо вы сами были пришельцами в земле египетской ну да и в хананайской тоже пришли пришли пришельцы везде они постоянные пришельцы нет той земли которая была исконная откуда то они пришли может может из индии не вдовы не сирот не сироты не притеснять не вдовы не сироты не притесняйте если же ты притеснишь их то когда они ваза ваза пьют ко мне я услышу вопль их и и воспламениться гнев мой и убью вас меч опять убью 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 что-то у тебя это и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами короче заповедь отменяется так понимаю вот закон который более свежий закон обратной силы не имеет соответственно вот этот закон он более свежий а тот отменяется за заветы нет храм если дашь деньги взаймы бедному из народа моего то не притесняй его и не налагай на него роста то есть под процент своему еврею не давай если возьмешь в залог одежду ближнего твоего то захождение солнца возврати ее не понимаю эмиссия хитами эй там арон дай трусы поносить до захода солнца верну чушать чушь то вообще ибо она есть единственный покров у него она одеяние тела и его в чем будет он спать вот в идеале откуда значит у него единственный там не еще шкафу много чего и так когда он возопиет ко мне я услышу ибо я милосерд да мы уже поняли вот там что ты убьешь на ты милосердный конечно судей судей не злословь и начальником народе твоем не поноси о да это мы знаем это у нас есть в жизни конечно не медли приносить мне начатки от гумна твоего и отточила твоего отдавай мне первенца из сынов твоих хорошо что мои родители были неверующие я первенец вообще-то так бы раз и господь как вот тебе подарочек я тебе укусил бы за пятку первенца тебе а сейчас держи карман шире тоже делая свалом твоим и с овцом твоею 7 дней пусть они будут при матери своей а на восьмой день отдавай их мне а шо ж ты будешь ними делать его посесть спасти будешь и будете меня людьми и будете у меня людьми святыми и мясо растерзанного с зверем в поле не ешьте сам бросаете его а мы только что хотели вот и его съесть до после его волка там что-то там осталось же хорошо что подсказал но ты милосердный вообще просто отлично чтобы мы без тебя делали идем дальше не внимай пустому слуху не давай руку твоей нечестивому чтобы быть свидетелем неправды вот тут поподробнее что такое на пустой слух типа слухи не не распускай не давай руки а кто такой нечестивый чистил это кто кого ты не убил тот чистивый да а кто кого а ну а если ты убил так он и руки не подаст чтобы быть свидетелем неправды тут где-то есть правда одна неправда идем дальше не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы отступая по большинству от правды здесь и толпа идет на зло не понимаю не следу за большинством на зло и не решай тяжбы не решай проблему или как бы спора отступая по большинству от правды и бедному непотворству в тяжбе его еще и бедно надо запинать на бедному не помогай в его споре ну типа бедный ну значит ты какой-то лентяй наверно да не надо и помогать но что-то такое тут очень закрученные вроде просто да ну как за большинством на зло не иди и не решай этой этого спора отступая по большинству отступая уходя от правды по большинству по большинству фактов что бред если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося приведи его к нему вот это благородно если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу своей то не оставляя его разьюч вместе с ним вместе с ним с врагом лес врагом но так ну враг он сам на расправиться чё тут вышел есть ну ладно это же господь сказал не суди превратно тяжбы бедного твоего не суди превратно споры бедняка бедного твоего сделаю вид что я что-то понял я не понял удаляй удаляйся от неправды и не умершляй невин невинного и правого ибо я не оправдываю беззаконника ну ты самый главный беззаконник ты не заметил ты всех убиваешь постоянно даже мы все хотел убить просто так и чё ты тут кому кому лучше кому голову морочишь удаляйся от неправды и не умершая невинного и право а вот ворожея там или гадал когда она что тебе что-то сделал плохое тебе что от этого пучит что ли почему надо убивать в эту гадалку она невиновная но ты гашья надо убивать даров не принимай ибо дары слепыми делают зрячих и превращает дело превращает дело правых ну вначале я понял в конце превращает дело правых ну кой за дары можно закрыть глаза то есть как бы некая взятка но превращает дело правых может что-то не дописано что же так это коряво то так какой то 6 а не так 8 8 даров не принимай ибо дары слепыми делают зрячих и превращает и превращает дело правых а превращает изменяет правду на 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 ложь наверно вот так вот то есть удары а дары что это ну взятка то есть против коррупции этот то есть не бери деньги не бери дары чтобы не закрыть глаза на неправду вот так наверно но болен до пришельца не обижай разве не был такого пришельца не обижай вы знаете душу пришельца потому что сами были пришельцами земли египетской где-то мы это уже видели так где-то мы тут уже было вот 21 пришельцами притесняй вы сами были точно не это самое памяти никакой зачем а вот ну ладно вы кто писал тот был не в себе до после этого редакторы были какие-то но кто-то это читал почему это нельзя сократить одно и то же написано ну оставить для смеха типа вот вы дураки вы и читать не будете а вот мы оставили а кто умный тут наверное посмеется сейчас да а вы же все равно читать не будете вы же эти рабы вам вам это ваш священник все расскажет вы его слушайте не надо читать оригинал шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее а в седьмой оставляю в покое чтобы питались убогие из твоего народа остатками после них питали звери полевые также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею прямо тут уже агрономия пошла агрономия а удобрения какие есть шесть дней делай дела с твои а в седьмой покойся чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришелец хочу пришелец это обязательно может быть он уже уже ушел нет соблюдайте все что я сказал вам от имени других был а им и имени других богов не упоминайте да и не слышится она из уст твоих видите кто кто до этого говорил что господь создал землю вот что вы этот господь вот это вот писатель да что он создал все он сам говорит я сказал вам и имени других богов других богов других богов не упоминайте таких куча проходимцев куча много поэтому ну как бы проснитесь этот эта сущность ничего не создавала кроме вот этих бесед с евреями и все три раза в году празднует мне 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 и это тоже мне соблюдай праздник опресноков семь дней ешь пресный хлеб как я повелел тебе назначенное время месяца авива ибо воном ты ваш вышел из египта и пусть не является пред лице лицо мое с пустыми руками ну вышли и вышли чего в чем праздник то покинули такую благодатную землю перешли в пустынную местность ну да праздник на все давайте наблюдай и про праздник жатвы первых плодов труда твоего какие ты посеял на поле и праздник собирания плодов в конце года когда уберешь с поля работу твою хорошо три раза в году должен являться весь мужеский пол твой мой мужеский пол твой пред лицо владыки господа а кто это а это ты есть что ты что владыка но да и и где ты будешь как во сколько встречи у нас а где не написано пред лицо владыки господа где там гора какая-то там какой-то кустик где встречи то три раз в году не изливая крови жертвы моей на квасное и туг от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра начатки плодов земли твоей приноси в дом господа бога твоего не вари козленка в молоке матери его какие-то странные видимо там что-то он же еще на ему дым нравится чтобы дым был это все сожжение он же мясо то не может есть а вот дым энергию он может поглотить соответственно верно козленок по энергетике он близок матери молоко матери что-то такое но не за бред какой-то вот я посылаю пред тобой ангел хранить тебя на пути ввести тебя в то место которое я приготовил а кому говорится это мы сеешь то люди себя пред лицом его и слушай глаза его он чужая как бы устал с ним говорить не упорцы против него потому что он не простит греха вашего ибо имя мое в нем а какого греха что если ты будешь слушать глаза его и исполнять все что скажу нет извини он скажет ты куда-то уходишь и выдвигаешь ангела который ух какой и он должен сказать ты говоришь что я говорю исполнять все что скажу то врагом буду врагов твоих врагом буду врагов твоих и противником противником твоих а ну короче есть там с кем какие-то терки то я буду на твоей стороне ну так бы написал когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя к мэри к мэри я нам хотя нам ферезьям ферезеям ханане и явия им язык сломаешь короче истреблю их слушай а они за что не убежи был а мы же отменили роды короче кровожадный то не поклоняйся богам им их о видите у каждого там были бои свои а это вот авраамский бог он такой локальный а у этих были свои не служи им не подражать делам их но сокруши их и разруш столбы их а свой столб поставь ну чё нормально служите господу богу вашему и он благословит хлеб твой и воду твою и отвращу от болезни от от вас болезни господь сейчас у нас по секрету я скажу ты же не знаешь сейчас нас на планете ковид и очень много твоих слуг и рабов умирают даже священники раввина умирает мулы умирают папы умирают ксенсы все умирают ты это как это вспомни это же вроде как твой народ твои эти да ну ты вот тоже обещаешь и отвращу от вас болезни отчет не отвращаешь опять обмануты стыдно не будет преждевременно рождающих и бесплодных не в земле твоей число дней твоих сделаю полным это как вот все 70 лет ты проживешь да или все 80 лет или все 100 или все 50 ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ которому ты придешь и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих вот тут заложено как раз вот это как это помягче сказать толерантнее не любовь к евреям ведь господь сказал что ужас он будет посылать вперед евреев и все будут уходить от них тыл тыл задницу спит спину будет показывать потому что ну в египте вы там хорошо натоптали ну судя по этим рассказам зачем ты ты сделал своих подопечных изгоями ты им навредил что у тебя с головой пошлю пред тобой шерст шерст шей шней и они погонят от лица твоего евреев хананеев и хите и выгоню их от лица твоего в один год чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые ну то есть с родной земли изгонят вот этих людей а вы в течение года все это возьмете и будете чтобы земля как бы не запустела да ну принципе так не произошло в 48 войну выделили землю палестинцам и евреям ну и близко лину вас слишком много земли давайте мы вас чуть-чуть подвинем мало помалу будут прогонять их от тебя доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли земли сей проведу пределы твои от чер от моря черного до моря филистинского и от пустыни до реки ибо придам в руку вашей жителей всей земли и прогонишь их от лица твоего не заключая союза не с ними не с богами их не должны они жить на земле твоей чтобы они не не ввели тебя в грех против меня ибо если ты будешь служить богам их то это будет тебе сетью питер тут то как бы пока чужая земля ты захвачь а потом уже но это уже твоя земля все окапывайся но и у богов не слушай только меня только мне все и моисеев сказал он взойди господу ты и аарон надав и авиут и 70 старейших старейшин израилев и поклонитесь и издали моисей один пусть приблизится господу они пусть не приближаются и народ пусть не восходит с ним и пришел иерархи виде иерархи это как раз служению себе моисей самый но господь самый потом и сей потом чуть побольше потом 70 то весь народ вот пирамида и пришел моисей и пересказал народу все слова господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали все что сказал господь сделаем и и написал моисей все слова господни и встав встав рано поутру поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен израил и и послал юношей из сынов израилев и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву господа интересно а военная жертва господа она как выглядит то есть но и вот убили там тельцов это мирная а не мирная это какая это живьем сожгли или как моисей взяв половину крови влил в чаши а другую пол а другую половиною окропил жертвенник вот это по нашему да вот это вот светлый ритуал все нормально в кровище все забрызгал и взяв и взял книгу завета и причитал вслух народу и сказали они все что сказал господь сделаем и будем послушны как вы можете сделать господа если там написание убей а потом написано несколько раз убить как вы это можете исполнить это неисполнимо без редакции что-то надо зачеркнуть но когда все сделаем вот уже пошло зомбирами уже люди отключили мозги и начинают да да все все поняли все знаем все будем делать и взял мы сей крак крови и окропил народ в боже еще облил народ крови говоря вот кровь завета который господь заключил с вами о всех словах сих потом зашел моисей и арон надав и авиуд и 70 старейшин израилевых и видели бога израилева опа ну-ка 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 и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное и он не простер руки своей на избранных из сынов израилевых они видели бога и ели и пили так ну-ка давайте а тут как это важно описание бога учу сам бог так да что-то один к одному даже нет нет различий посмотрел цвет сапфира с ну синий в основном и тут написано как него то есть синяя что-то не было под ногами не все а как бог то выглядел и сказал господь моисею зайди ко мне на гору и будь там и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди которые я написал для научения их погодите это уже было уже так ну вот же и взял книгу завета и прочитал слух народу и сказали не все что сказал господь сделаем и будем послушны книгу он взял завета и прочитал народу написанное это было после этого господь говорит я тебе дам я дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди то есть книга не нужно возьми лучше вот камни камни на камни написаны а то нестыковочка и встал моисей с иисусом служителем своим и пошел моисей на гору божию и старейшинам сказал оставайтесь здесь доколе мы не возвратимся к вам вот аарон и ор с вами кто будет иметь дело пусть приходит к ним ну то есть какие дела вот за старшего аарон и ор и взошел мы сей на гору и покрыла облако гору и слава господня опять осенила гору синай и покрывала ее облако шесть дней а в седьмой день возвал господь к моисею из среды облака не понимаю моисей зашел на гору и тут облако слава господне видно ну какой-то там прожектор загорелся огонь наверно свет на свет в облаке вот шесть дней вот такая была иллюминация а на седьмой день господь опять позвал мы сей моисей иди сюда а мы сия тут я уже тут но как это он взошел шесть дней все он опять иди сюда вид же славы господней на вершине горы был пред глазами сынов израилевых как огонь поядающий но огонь на то есть это видимо там летающая тарелка вот она дымила там и огоньки моргали эти чусели моисей вступил в средину облака и взошел на гору и был моисей на горе сорок дней и сорок ночей включайте шесть дней или исключаю там уже шесть дней там уже был или значит шесть дней был дым с огнями на седьмой год моисей и он пошел туда и там был в сорок дней и сорок ночей прям интрига давайте дальше что же он там делал и сказал господь моисею говоря скажи нам израилевым чтобы они сделали мне приношение от всякого человека у которого будет усердие принимайте приношение мне вот приношение которое вы должны принимать от них золото и серебро и медь и шерсть голубую пурпуровую и червленую и виссон и козью шерсть и кожи бараньи красные и кожи синие и дерева сетин или для светильника ароматы для елея помазанника и благовонного курения камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника вот магнитофонов не было тогда и два магнитофона импортного мне и вы думаете что это господь господа на или это моисей сказал что мне вот это в хозяйстве пригодится зачем господу дерево и сам козья шерсть им холодно что ли и устроит они мне святилище и буду обитать посреди них все как я показываю тебе и образец кинии и образец всех сосудов и и так и сделайте сделайте ковчег из дерева сети длина ему два локтя с половиной моих или 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 пашек у меня ну как бы локти разные и ширина ему полтора локтя и высота ему полтора локтя и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его и сделай наверху вокруг него вокруг его золотой венец и выли для него четыре кольца золотых и утверди на нижних на четырех нижних углах его два кольца на одной стороне его сделай из дерева сетим шесты и обложи их золотом и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега чтобы посредством их носить ковчег в кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него а то есть шесты вставить и чтобы все это было неразборной конструкции и положивка в ковчег откровение которое я дам тебе сделай также крышку из чистого золота длина ее два локтя с половиной а ширина ее полтора локтя но тут тут такое сам периметр этого вот такой и и крышка такая может она упасть внутрь если там чуть надо было два лак два локтя с половиной и еще наперточек тогда будет накрывать а так потому что и вода подпадать дождь смысле лепесок ну то то такое и сделай из золота двух херувимов чеканные работы сделай их на обоих концах крышки про херувимов ничего не говорилось что это и сделай одного херувима с одного края а другого херувима с другого края выдавшимися из крышки выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее ну как бы как бы они выдавились как бы выдавились и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывая крыльями своими крышку а лицам с а лицами своим будут друг другу крышки будут лица херувимов и положи крышку на ковчег сверху в ковчег же положи откровение которые я дам тебе там я буду открывать тебе открываться тебе и говорить с тобою под крышкой у посреди двух херувимов которые под как над ковчегом откровения о всем что не буду заповедовать через себя сыном израильевым я понимаю удаст какой-то передатчик которые надо положить вот в этот ящик и он через этот радиостанции будет ему говорить что-то откровенное что не будет говорить не для передачи другим евреем вот так я понимаю я буду открываться тебе и говорить с тобой под крышкой у как он вот он туда в ляжет что ли или как но если там будет динамик если там будет радиостанция которую как откровение то начну будет говорить крышка дады алё господь это я моисей а привет и что-то они по секрету будут говорить что ним что тут не буду что не буду заповедовать говорить другим сынам израилью только тебе сделай стол из дерева сетим длиною два локтя шириной в локоть и вышиною в полтора локтя и обложи его золотом чистым и сделай вокруг него золотой венец вокруг него это как на стол и вокруг него не понял и сделал вокруг него стенки в ладонь и у стенок его сделай золотой венец вокруг сделай для него четыре этого это четыре кольца золотых и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его при стенках до должны быть кольца чтобы влагать шесты для ношения на них стола а шесты сделай из дерева сетим и обложи их золото и будут носить на них сей стол сделать также для него блюда кодильницы чаши и кружки чтобы возливать ими из чистого золота чистого сделай их и полагай на стол хлебы предложение перед лицом моим постоянно то же самое только стол то есть технологии тоже самое и сделай светильник из золота чистого чеканный должен быть сей светильник стебель его ветви его чашечки его яблоки его яблоки и цветы его должны выходить из него 6 ветвей должны выходить из боков его 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветки светильника из другого бока его три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и 3 чашечки наподобие миндальный цветка на другой ветви с яблоками и цветами так на всех шести ветвях выходивших выходящих из светильника а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами что я уже запутался на стебле но минору то я понял что это вот это все семисвечник а на стебле светильника четыре чашечки это где я не понимаю у шести ветвей выходящих из стебля светильника яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другие она это дизайн такой видимо там где-то в основании вот этого светильника должны быть четыре чашечки их особо-то не видно видно вот эти вот шесть так значит яблоко под другие другими двумя ветвями яблоко под третьими двумя ветвями его короче яблоки яблоки ветви их из него должны выходить он весь должен быть чеканный цельный из чистого золота и сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его чтобы светили на переднюю сторону его лапады и свечки и щипцы к нему и лотки к нему из чистого золота и стала на золото чистого пусть сделают его со всеми семи принадлежностями смотри сделай их потому образу который какой пока на горе а чё там образец уже был про это ничего не говорилось она уже 40 лет 40 лет 40 дней там же там был на горе ему видимо он показал так это что у меня было 25 давайте за круглевского до история кудрявая я прощаюсь с вами любви и одного настоящего творца и приглашаю на следующую сказочку всего хорошего